Мы с вами находимся сейчас на улице Мира, при ее пересечении с проспектом Победы. Когда-то это было одно название – Гостино-Дворская площадь. Гостино-Дворская площадь тянулась от Мясно-Рядского моста до Рыбно-Рядского моста. Ой, вы гости, господа, долго ль ездили? Куда? Ладно ль замарим ль худой? Какое в свете чудо? Чудо случилось в Вологде в конце 18 века, когда гости, купцы начали отстраивать вот здесь, на этом самом месте, свои торговые ряды. Поначалу они были деревянные, и только одно здание было каменным. Одним из его заказчиков были купцы-метрополовы, и это были торговые ряды и гостиницы, ну, они тогда назывались номера, которые примыкали к каменному мосту. Дальше купцы сообразили, что к гостиному двору нужно пристраиваться, и написали на высочайшее имя прошение с просьбой позволить им разобрать каменную стену времен Ивана Грозного и из полученных кирпичей сложить то, что для города было нужно. Наверное, в каждом из зданий, которые нас окружают, эти кирпичи присутствуют. И, конечно же, они присутствуют в ярмарочном доме, который был построен в 1820 году. Об уюте заботились о своем, но также заботились и об уюте покупателей. Поэтому известный всем магазин Ленинградский до сих пор имеет галерею, крытую галерею с колоннами. Примерно такой же вид, но немножко попроще имели и другие торговые ряды. А если не было возможности построить каменную галерею, то пристраивали галерею навесную. И покупатели могли ходить по светлым рядам, по темным рядам, по железным рядам, по кожевенным, по рыбным, по мясным, по мучным, по каким угодно. Не боясь, что их замочит дождик или случится какая-нибудь другая неприятность. Всего же на начало 20 века 18 торговых рядов уже настолько изменили свой внешний вид, что их было и не узнать. И объединяли они по типу продаваемого товара около 600 лавок.